Соединили левый и правый берег еще одним мостом. В Самарской области завершили надвижку последнего пролетного строения на мост через Волгу на обходе Тольятти. На мосту будут четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км в час. Строительство новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного коридора Европа-Западный Китай – самый крупный проект в России, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Проект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области. С завершением важного этапа строительства моста жителей региона поздравил губернатор Дмитрий Азаров. В честь знакового события на площадке строительства подняли флаг Российской Федерации. Подробности расскажем в сюжете. В Самарской области завершили надвижку последнего пролетного строения на мосту через Волгу на обходе Тольятти в составе международного транспортного маршрута Европы-Западный Китай. Строительство новой трассы и моста через Волгу стало возможным благодаря поддержке президента Владимира Путина. Еще в 2018 году в ходе визита главы государства в Самарский регион губернатор Дмитрий Азаров выступил с предложением о строительстве моста. Глава государства предложение поддержал, причем для реализации проекта были внесены коррективы в транспортную стратегию страны. Успешное развитие регионов и России в целом во многом зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу соглашение о строительстве обхода города Тольятти с самым переходом через Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европы-Западной Китая. Вместе с жителями Ставропольского, Шигонского районов, а также Тольятти, Жигулевска, глава региона Дмитрий Азаров осмотрел мостовой переход. Строительство велось с двух сторон реки и после последней надвижки стороны моста встретились. В честь этого знакового события на площадке строительства был поднят флаг Российской Федерации. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил строителей и всех жителей региона завершением важнейшего этапа строительства моста. Я сегодня благодарю президента страны Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Я очень горд тем, что мы не подвели и в соответствии с ранее установленным планом строительство мостового перехода ведется. Конечно, я искренне благодарю правительство Российской Федерации, Михаила Владимировича Мишустина, Марата Шекерзяновича Хуснулина, Министерство строительства и Министерство транспорта, которые активно помогали нам в решении этой задачи на всех этапах. Без такой командной работы это не было бы возможно. На строительстве объекта протяженностью 3750 метров задействовано 750 человек, 220 единиц техники, 18 плавсредств. Кстати, при строительстве моста через Волгу использовали те же понтоны, что и при возведении Крымского моста. На мосту будут четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 километров в час. Проект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек и открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии. Завершение строительства моста жители Самарской области ждут с нетерпением. Открытие скоростной трассы позволит снизить нагрузку на Жигулевскую ГЭС и избавиться от многочасовых пробок на этом направлении. Подобный инфраструктурный объект меняет кардинально жизнь в регионе, где бы он ни появился. Нам повезло, он появился у нас. Я не сомневаюсь, что все это поможет нам смотреть в будущее еще более уверенно и смело. Для нас это событие позволит в первую очередь разгрузить участок федеральной трассы, который проходит через Жигулевскую ГЭС и, конечно же, повысит привлекательность наших территорий, ведь наши территории с каждым годом все больше и больше привлекают к себе туристов. Обход Тольятти, который строится по поручению президента, стратегически важный объект как для Самарской области, так и для всего дорожного каркаса страны. Он разгрузит город от транзитного транспорта и как часть международного маршрута Европы-Западной Китай с выходом на Казахстан и Китай поспособствует увеличению скорости доставки грузов, укреплению бесперебойных торговых связей и экономического сотрудничества с дружественными странами. Светлана Кудрявцева, События.